Наталья Бехтерева Магия мозга и лабиринты жизни От автора В этом издании сохранено все то, что было в предыдущем. Однако времени прошло порядочно, мы много работали, и мне показалось жаль не рассказать хотя бы о главном из того, чем же мы жили, о чем думали все эти очень трудные для нашей науки годы. Наша сейчас бурно развивающаяся во всем мире ветвь проблемы мозга человека строится на том, что мы умеем находить в мозгу именно то, что делает человека человеком, что помогает ему держаться на плаву при трудноизлечимых болезнях, пытаемся на основе научного знания выбирать идейно, методически и аппаратно лучшие дороги к здоровью. Десятилетия изучения здорового и больного мозга человека позволили нам вступить на новую, еще не затоптанную землю исследования топографической мозговой организации и механизмов творчества. Мы увидели, как творчество, которое, как известно, более или менее масштабно преобразует мир, прежде всего преобразует свой собственный мозг. И возможность рассказать об этом сделала для меня идею переиздания книги «Магия мозга и лабиринты жизни», скажем так, менее еретической. Из того, что мы делали раньше, о чем писали, родилось новое знание, озарившее сегодняшний наш трудный день и проявившее значение труда дня вчерашнего. Наш сегодняшний день состоялся не только благодаря нашему труду в сложнейших условиях, но и благодаря редкой удаче. Моя встреча с Раисой Максимовной Горбачевой помогла нам достойно войти в технологическую эру науки о мозге человека. Подробности смотри в главе «Почему ПЭТ». К сожалению, во многом в эти годы мы все же больше работали не потому что, а несмотря на... Несмотря на смешную зарплату, непреодолимые сложности каждого шага к новейшему оборудованию, отъезд многих наших одаренных учеников. А это не так-то просто воспитать ученика на постоянное место жительства туда, где в одночасье подняли цену русским ученым. Возвращение одного ученика я буду ждать до последнего своего дня. В связи с долгожданным общим подъемом страны и несмотря на нежданные новые сложности, я верю сейчас, что наше время пришло. Это новый виток спирали, на котором необходим и востребуется интеллектуальный потенциал общества, самая мощная сила, которая только одна и способна обеспечить на многие годы устойчивость подъема страны, сделать его необратимым. Научный потенциал страны, и только он, определит ее независимость от траты запасов недр, хотя, конечно, ни нашей, ни любой другой стране дополнительное богатство не в тягость, особенно если его вкладывать в выдающие отдачу ценности. Подъем страны уже отразился в успехах спорта, а победные успехи в спорте, консолидируя страну, возрождают чувства своей страны. И этой новой нашей стране сегодня мы нужны. Интеллектуальный потенциал нашей страны не единожды истреблялся сознательно. У иностранных журналистов в тяжелые 90-е годы замелькали вопросы. Понимаете ли вы, что ущерб, нанесенный интеллектуальному потенциалу вашей страны, невосполним? Интеллектуальный потенциал проверяется на сверхзадачах. И если мозг общества находит для них сверхвозможности, за такое общество можно не тревожиться. Нет слов. Трагические полосы в нашей жизни не шли на пользу, но от того, что было, к сожалению, не уйти. Это наша история. А сверхвозможности есть, они работают. И разговор об утрате потенциала беспредметен. Интеллектуальный потенциал, и в частности интеллектуально-научный потенциал, мощнейшая движущая сила общества. Этот же потенциал одновременный залог долголетия людей этого общества. Особенно зримо здесь работает высшая форма этого потенциала – творчество. Научное творчество в частности. В этой книге уже не только то, чем мы жили, чем живем, но и наше будущее. Она – мой маленький вклад в научный потенциал страны. А потому спасибо безвременно ушедшему от нас, всегда создававшему мне комфортные условия, издателю прошлого выпуска книги, Льву Ивановичу Захарову, и сегодняшним издателям, почти доказавшим мне целесообразность новой жизни этой книги. Предисловие к изданию 1999 года В перемешку с научными статьями и книгами я писала изредка и нечто более популярное. В 1990 году это была сравнительно оптимистичная пераспера. Годы, когда писался этот первый текст, были временем надежд, больших и малых в самых разных областях. В том числе и в науке. На этом радужном фоне, в упрощенном, но не вульгаризированном виде, были представлены наши основные новости в области изучения здорового и больного мозга. В этой же книге, как о прошлом, которое не должно повториться, рассказывалось о сложностях и трагедиях, пережитых нашим обществом и нашей наукой в годы советской власти, так и о людях, работающих в науке сейчас. Однако жизнь развернулась достаточно неожиданно, и мы в короткий срок оказались в нестабильном обществе, где науке, особенно фундаментальной, приходится все сложнее. Поэтому в книге 1994 года о мозге человека я рассматривала вновь и научные проблемы, и прогресс в них, и некоторые общественные проблемы, естественно, с позиции физиолога, изучающего законы деятельности мозга. В природе не так уж много общих законов, и многое открытое в микромире применимо к макромиру, а знание особенностей деятельности мозга позволяет рассматривать особенности развития общества, в частности, его переходные фазы. Кроме того, весь период изучения живого мозга человека я стремилась, что называется, не прикасаться к так называемым странным явлениям, более или менее редким или практически уникальным, боясь осложнить и так нелегкую нашу работу. К 1994 году по основным позициям физиология человека не только у нас, но и за рубежом, можно считать, прочно стала на ноги. Но к этому времени и моя собственная жизнь резко изменилась, и я сочла своим долгом рассказать о том странном и далеко не всегда объяснимом, что я видела в жизни. Дальнейшее развитие науки, ее методологии и технологии возможно внесут какую-то ясность в понимание этих явлений. Но вряд ли их пониманию будет способствовать замалчиванию в научной и научно-популярной литературе. Для себя главу о странных явлениях я рассматриваю так. Вопрос поставлен. Задача следующих поколений ученых изучать эти явления и постараться подобрать ключи к ним. «Сезам, отворись». Мне казалось, что эта книга будет последней в моей жизни, но после нее в 1997 году была написана маленькая, но емкая книжка сугубо научного содержания, послужившая основой моей вступительной лекции на 33-м Международном конгрессе физиологических наук, проходившем в Санкт-Петербурге. А дальше произошло следующее. Холлы трудно осваиваемой географии издания Российской Академии Наук. Перерыв в заседании. Вполне обычная суета. Кто-то ведет предвыборную кампанию, кто-то решает с начальством РАН финансовые, издательские и другие вопросы. Начальство, выпив президентского чая, вышло в народ, к академикам. В данный момент мне ничего не нужно. Никого не ищу, ни с кем не общаюсь. Меня находит приятный человек средних лет. Наталья Петровна, надпишите книгу. Читаю, нравится. С некоторым отчаянием думаю, как же его зовут. Фамилию помню, но ведь мы сейчас от товарища отстали, а к господину не пристали. Да и не уверен, академик он или член-корреспондент. И тут приходит спасение. Книга-то не моя. Зачем я буду надписывать чью-то? Серое, невзрачное издание, без фамилии на обложке. Название, правда, знакомое, но я не издавала книг под таким названием. И все-таки, как оказалось, почти моя. Изрезанная, плохо изданная, с первоначальным условным названием рукописи книги 1994 года, через тернии к звездам. Не подписываю эту свою чужую сиротку. Смотрю, кто издал. Говорю с редактором ледяным тоном. Буду подавать в суд. Дальше еще тривиальнее. Вы не имели права. Ответ отрезвляет. Не имел. Подавайте. Конечно, выиграете. Но денег у нас все равно нет. Судиться. Как-то еще не вошло это в нашу научную практику. Не стало. А надо бы. Потом серая брошюрка появилась и в Санкт-Петербурге. Забыть. Заснуть. Ничего не видеть, не слышать и больше не писать. Но пожалел меня директор издательства «Нота Бене» Лев Иванович Захаров. Давайте переиздадим книгу. Может быть, добавите что-нибудь, ведь прошло четыре года. Вы по-прежнему верите, что у России звездное будущее, не так ли? Тираж издания 1994 года был маленьким. Нестандартную о мозге человека просят, и кому удается, покупают пиратский вариант. И вот перед вами новое издание книги. Не судите строго. Что-то, я надеюсь, стало лучше, глубже, что-то я добавила, но, наверное, что-то и испортило. А привлекшую наибольшее внимание в издании 1994 года главу, изъять не могла. Так, как там написано, было. Так было. Это, конечно, еще не наука. Но и не лженаука. Так бывает. Введение Бабуля, бабуль, а дальше? Ты же обещала. Ну, пожалуйста. Наташенька, я тебе уже рассказала все самое хорошее из моего детства. Нас было сначала двое. Я и брат. Затем появилась маленькая сестричка. Мы жили в красивой квартире. В прихожей нас встречали три чуда. Голова зубра, статуя Фрины во весь рост и огромная лягушка. Лягушку ты знаешь. Она со мной и сейчас. Была немка Бонна, которая все время добивалась от нас с Андреем аристократического или, как минимум, приятного поведения. Абер церлих манерлих кейндер. Отчего мы или действительно чинно садились за книжки, или через черный ход неслись по подвалам. Три стоящих рядом дома имели общий подвал. И, бабуль, бабуль, я знаю, вы там ловили котят, отмывали их в ванны, и некоторые серые превращались в рыжих или белых. Это я все знаю. Вы ездили на юг, на Кавказ, в Крым. Там все было очень красиво. Я ведь была в Крыму. Я не о том. Что было дальше? Ты начинаешь, и вдруг говоришь, что не стоит. Стоит, бабуль, стоит. Уж я-то знаю. Плохо было дальше, Наташенька. Так плохо, что мы очень долго не знали, как плохо на самом деле. Не знали, что может быть еще хуже. А на самом деле действительно было еще много хуже, чем нам казалось. Хуже что? Хуже чего? Но если совсем коротко... Ой, не надо коротко. Расскажи длинно-длинно, как было. Знаешь, Натуль, я очень не люблю, когда что-то, даже не очень важное, происходит с электричеством. Для меня это всегда большая неприятность, чем то, что реально произошло. А когда-нибудь я расскажу тебе еще, как случилось, что мне всегда так трудно собраться в лес за грибами. Хотя, когда я уже в лесу, все неприятное уходит. Конечно, если не встречу змей. Я их недолюбливаю. Мне всегда кажется, что есть что-то общее между змеями и характером некоторых людей. А сейчас об электричестве. Был 37-й год, сентябрь. Мы жили в старом доме, хотя внешне он смотрелся вполне респектабельно. Он и теперь такой же. Хочешь, сходи, посмотри. Это дом 12 по греческому проспекту. Так вот, вдруг у нас начали гореть провода. Проводка была наружная, и в темноте все провода начинали светиться красноватым светом. Не очень ярко, но как самая слабая лампочка в фонарике. Надо менять провода. Но сразу этого не сделаешь. Нужно их найти, купить, посмотреть, что еще не в порядке. Словом, это продолжалось, наверное, с неделю. На ночь папа отключал электричество совсем, боясь, что ночью может случиться пожар. Приснился мне в эти дни сон. Первый из четырех за всю жизнь, очень ярких и как будто не снов. Стоит папа в конце коридора, почему-то очень плохо одетый, в чем-то старом, летнем, как будто в парусиновых туфлях. А папа даже дома одевался хорошо, хотя и иначе, чем на работу. И вдруг пол начинает подниматься именно с того конца, где стоял папа. По полу вниз покатились статуэтки. Папа любил их, поэтому их много было дома, но, конечно, не в коридоре. А под полом огонь, причем языки пламени по бокам коридора. Папе трудно устоять на ногах, он падает, и я с криком просыпаюсь. А на следующую ночь я проснулась от того, что в квартире горел свет. Ходили какие-то люди, и папа говорил им, вот еще мои дневники, здесь за много лет. И отдавал им маленькие книжечки. Рядом стояли важные дворники, те самые, дети которых недели за две показывали нам руками знак решетки, растопыренные пальцы обеих рук, наложенные друг на друга перед лицом. Знали. А мы не верили им. Папа подошел к нам, успокоил, сказал, чтобы мы не волновались, что он скоро вернется, что все это какая-то ошибка. Не могу сказать, что я чувствовала в этот миг. Даже не скажу, что это был испуг. Папа был так спокоен. А утром я спросила маму, почему она дома, а увидев на столе папины ключи, где папа. Я решительно ничего не помнила. Как, бабуль, совсем ничего? Ведь твоего любимого папу арестовали. Мама попыталась сказать, что папа в командировке. Потом заплакала. Его арестовали. И тут я вспомнила все. Сначала как сон, затем как явь. И с этой секунды стала ждать возвращения папы. Я ждала его и тогда, когда попала в детский дом. А это было через полгода. И каждую, каждую ночь засыпала с мыслью. И это произойдет завтра. Придут за мной и братом Андреем, веселый, и папа с мамой, и все снова будет хорошо. Лучше, чем было. Папа раньше часто получал премии. Это всегда праздновалось дома. В эти дни мне тоже ужасно хотелось праздника. Мне хотелось, чтобы все было по-прежнему и даже лучше. А папа, оказывается, уже больше месяца, как был расстрелян. Маму в общем вагоне увезли в лагерь. Потом она рассказывала, что больше года все время плакала, плакала. Дома остались мы и трое детей. Мама была уверена, что всех взяли наши родственники. И очень волновалась за мою маленькую сестричку Евредику, Эвочку. В семье, где, как она предполагала, живет Эвочка, был туберкулез. Причем двое там уже умерли. Тогда туберкулез лечили еще очень плохо. Натуль моя молчит. Думает. Ну вот какую грустную историю я тебе рассказала. Лучше бы и не надо. И уж, конечно, на сегодня хватит. А дальше? Ведь ты жива осталась. А дальше? Когда-нибудь. Ладно? Не когда-нибудь. Я знаю, когда-нибудь — это почти никогда. Давай завтра, а? Посмотрим, Натуль. Если удастся и захочется, то завтра. Прошло много-много дней и недель. И это я виновата, что так. Она ждала. А я думала, что интерес пропал. Приходила ко мне с мамой и садилась у телевизора. Только поехав с ней вместе в Америку, я поняла, какое глубокое, думающее и чувствующее создание со мной рядом. Я все думала, думала. О чем? Обо всем. И о себе. Я хочу остаться здесь учиться. Я хочу знать язык, посмотреть, как живут люди иначе. Натуль, но ведь надо сдать вступительные экзамены в школе. А ты у меня далеко не отличница. Пройти тестирование в Линкольн-центре. А? Молчание. Затем тихонечко. Попробую. И длинные-длинные переговоры с папой и мамой по телефону. К ее чести, она передала мне телефонную трубку тогда, когда родители были уже доведены до кондиции. Пусть попробует. Против всех ожиданий Наташа поступила в школу. Наши друзья-американцы взяли ее жить в свою семью. А наш с ней разговор продолжился уже через полгода, когда я вновь приехала в Нью-Йорк. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...